Гравитация Если мы будем стараться прыгать от Земли как можно выше и даже воспользуемся для этого Бартутом, то мы все равно будем падать на Землю в силу гравитации. Все планеты, звезды и любые массивные объекты создают свою силу тяжести. Но можно попробовать силу тяжести на какой-нибудь предмет, уравновесить какой-нибудь другой силой, как например в одном простом известном опыте. Возьмем теннисный шарик и отпустим его. По действиям тяжести он упал, но если поместить его в струю воздуха, он зависнет от нее. Но это уже левитация. Слово левитация происходит от латинского levitas – легкой. Это преодоление гравитации без дополнительных приспособлений, при котором объект свободно падает в пространстве, не касаясь поверхности. Для левитации необходимо наличие сил, которые уравновешивали бы силу тяжести. Источниками таких сил могут быть струи воздуха, сильные звуковые колебания, лазерные лучи, магнитное поле. В зависимости от этого левитация может быть нескольких разных видов. Аэродинамическая, акустическая, оптическая, магнитная и даже квантовая. Однажды я уже испытывал левитацию, когда летал в аэродинамической трубе. Мне очень понравилось. Я себя почувствовал немного парашютистом. А вот как себя чувствуют космонавты в космическом корабле? Ведь на них как будто бы не действует сила тяжести. Но оказывается действуют. И они вместе с космическим кораблем все время падают на Землю. Падают, но не могут упасть. Так как движутся вокруг Земли с первой космической скоростью. А когда тело свободно падает, то оно находится в состоянии невесомости. Со словом невесомость и без перевода все понятно. У тела нет веса. Масса есть, а веса нет. То есть тело не давит на опору и не растягивает подвес. Тело надавило бы на опору, но ведь опора падает вместе с телом, как бы уходит из-под него. Так же, когда подвес падает вслед за телом, то оно не успевает ничего растянуть. Значит, для того, чтобы оказаться в невесомости на Земле, нужно всего лишь подпрыгнуть. Но длиться это состояние совсем недолго. Мы не успеваем ничего почувствовать. Правда, можно и продлить себе удовольствие. Как, например, сходить на специальный аттракцион. Но там уже не будет никакой невесомости, так как это не свободное падение. Но все равно здорово. Но мое краткое объяснение о гравитации, левитации и невесомости подошло к концу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok